поехали все здорово всем привет у нас постепенно как бы мы начинаем уже двигаться к финишной прямой с нашим с нашим курсом лекции сегодня мы продолжим разбирать concurrency и сколько хватит времени поговорим про аннотации рефлексию но сначала зачем все это нужно вот продолжаем бороться с этой гидрой которая значит реши одну проблему убираем много других появляется и в прошлый раз я остановился на том что упомянул такую вещь как потока безопасной структуры данных вообще на самом деле все первое занятие про concurrency она у нас была посвящена чему синхронизации блокировкам то есть атомарным операциям то есть тому как нам сделать так чтобы несколько потоков не портили данные одновременно и как бы основное решение которое мы тогда рассмотрели это использовать синхронист или использовать всякие локи то есть выстраивать потоки в очередь чтобы один за другим как бы что-то делал в секции которая значит закрыта замком но как бы как мы знаем по опыту если у нас выстраивают в очереди одно окошко то происходит нехорошо потому что все стоят в очереди одно окошко обслуживает и как бы перформанса вовсе не получается такого перформанса который мы хотели от concurrency поэтому есть альтернатива и альтернатива это появилась какого-то момента когда стали микропроцессоры поддерживать специальные атомарные машинные инструкции compare and swap и соответственно специально вокруг этого появились абстракции класса атомарных переменных и потокобезопасной коллекции на неблокирующих алгоритмах сейчас мы про это поговорим ну во первых atomics смотрите их сколько есть atomic boolean atomic integer long reference еще есть atomic array это как вы понимаете по как бы повторяет структуру данных вообще джавы как таковой то есть структуру типов джавы то есть мы можем взять практически любую штуку и превратить ее в atomic и получается что это такие улучшенные volatile переменные на самом деле это volatile переменные если мы возьмем в atomic там никакого никакой там нет магии вы увидите что под ним действительно volatile переменная но как бы можем объявить там какой-нибудь final atomic и изменять его значение через сеттеры и геттеры и при этом результат сета будет виден другим по результатам гетто но это как бы не все не стоило наверное городить огород только ради этого приятная особенность атомика в том что они поддерживают атомарные операции посмотрите какие штуки у нас есть приятные а значит например increment and get или get and increment это наши плюс плюс и и и плюс плюс но также как и decrement and get get and decrement это наши операции которые на самом деле не атомарные да как мы знаем просто на переменных но они просто удобны когда мы в однопоточном выполнении теперь мы имеем их однопоточными вернее теперь мы их имеем многопоточными и атомарными то есть это значит что сколько бы потоков одновременно не конкурировало за счетчик на основе atomic integer при помощи increment and get мы можем построить счетчик который будет достаточно перформансным но безусловно как бы все равно он один да и за него конкурирует много много разных тридов но он будет достаточно производительным и он не собьется со счета то есть он посчитает у него не будет рейс кондишен как с обычным плюс плюсом ну или например get and set то есть выдать вынуть старое значение которое было раньше положить новое значение которое было которое появилось значит или допустим get and update то есть можно получить старое значение и при применить update function старому значению вырожденный случай это просто сделать плюс плюс и получается вот это вот get and increment то есть вот эти вот все штуки они полезны в том смысле что мы получаем некую абстракцию некоего значения но там чаще всего это atomic integer хотя там есть и другие вариации которая позволяет нам дает довольно удобный довольно широкий класс атомарных операций над ними и мы можем из разных потоков эти операции дергать и получать лучше всего счетчики реализуются это первая история то есть запомните что у нас есть atomic integer допустим atomic boolean это замена волатайлу сама по себе и кроме того там есть еще тамарные операции вторая история это поток безопасной коллекции смотрите до того как у нас появились лог-фри алгоритмы в джаве была такая штучка был такой collection synchronized xxx например synchronized list или synchronized map который позволял сделать так у тебя есть просто лист а ты говоришь collection synchronized list от этого листа на выходе у тебя получается лист того же самого но при этом он синхронизированный то есть любое обращение к методам который мутирует этот лист она пойдет через через какой-то лог через какой-то лог какого-то объекта и типа это решало проблему но решала эту проблему очень плохо потому что образовывалась как раз ситуация с очередью перед одним окошком то что называется по-научному лог contention когда много тридов пытаются одновременно мутировать один лист и этот лист синхронизирован по одному локу то возникает конкуренция за этот лог и все лист все триды выстраиваются в очередь просто ждут на этом листе и мы не получаем перформансного преимущества начиная с 5 версии джавы с 5 это очень много лет тому назад произошло появились классы специально разработанные для потока безопасности с меньшим количеством блокировок потом классы которые используют лог-фри алгоритмы вот и их имитой надо пользоваться вот эти вот методы синхрониз что-то они есть для обратной совместимости библиотеки но ими пользоваться не надо я постоянно на лекциях как бы изучение джавы это не только изучение того чем надо пользоваться но и того чем не надо пользоваться потому что зачастую когда новички начинают что-то делать быстренько в интернете находят какое-то решение а это решение оно вообще плодится плодится от каких-то древних времен и выдает несколько неудачную вещь например там файл класс файлы старые методы работы с файлами они уже не нужны просто потому что есть более хорошие здесь то же самое вот не надо пользоваться вот этим не на все есть более удачное решение давайте посмотрим что это за решение ну во первых списке у нас есть copy on write или рейлисты copy on write рейсет если нам нужен список на самом деле список но он не так уж часто и нужен бывает но если все таки нужно вот именно список последовательности делать его мутируем то первое решение которое есть для этого это вот этот вот класс copy on write и рейлист значит что он делает внутри себя при каждой модификации при каждом добавлении удаление элемент он создает свою новую копию это все конечно дорого и не перформанс на когда вы мутируете такой лист но зато как бы если его много читают и кто-то начал читать старую версию этого листа он продолжит читать старую версию этого списка пока кто-то другой вымутировал и там создалась новая копия понимаете то есть эта история со стабильными итераторами если там лист пообещал что в нем пять элементов вы начинаете их читать их и вас будет как бы ровно столько как бы с каким был этот лист на момент начала итерации вот и соответственно если вы работаете в ситуации когда у вас они редко пишутся но зато часто читаются то в принципе вот эти вот классы они хороши дальше есть у нас штуки которые построены на неблокирующих алгоритмах на так называемых касс операциях это очень сложная вообще область я даже никаким образом не 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 затрагиваю здесь в лекциях но наверно прежде всего потому что сам в ней разбираюсь плохо и в этом ничего такого нет мне кажется что хорошо разбираются в как бы в алгоритм не блокирующих алгоритмах там всего очень ограниченное количество человек на планете земля это без преувеличения потому что грамотно написать не блокирующий алгоритм это очень сложная задача там надо доказывать что этот алгоритм будет работать рассуждать вот так просто как мы рассуждаем об обычном там линейном исполнении тут нельзя вот но к счастью как бы эти люди есть эти люди нам написали уже библиотеки мы этими библиотеками можем пользоваться например конкурент linked queue это как вы понимаете что-то типа linked list только мы можем модифицировать его с разных трэдов при этом не опасаясь что у нас там какая-то гонка возникнет и в этом кью она не так интересно почему с практической точки зрения потому что если очередь пустая мы вызываем пол то она разблокируется вернет нам нал то есть типа она пуста но чаще всего нам нужно не это от очереди чаще всего очередь нам нужна как некий буфер который организует работу организует работу в механизме продюсер-консюмер когда у нас есть нечто некий процесс который данные порождает и другой процесс который эти данные обрабатывает перерабатывает и каждый из них это делает со своим темпом но в серединке мы можем поставить буфер да такую кучку значит ну очередь из задач и значит вот этот вот буфер он будет разруливать вот это взаимодействие между продюсером и консюмером каждый из которых работает в своем потоке кстати продюсеров может быть несколько и консюмеров может быть несколько как угодно это можно реализовать вот для такой реализации джаве есть интерфейс блокинг кью у которой есть два новых метода не ад и пол которые всегда сработают всегда запишут в начало и возьмут из конца а пут и тейк которые конечно кладут в очередь и берут из очереди но только пут пут если очередь достигла какого-то максимального значения пут заблокируется и будет ждать пока в буфере не появится пространство а операция тейк соответственно если очередь пуста то она заблокируется и будет ждать пока очередь кто-нибудь не набросит то есть получается что как бы пут и тейк они дают такой как бы backpressure они блокируют вашего продюсера или блокируют вашего консюмера типа эй 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 ребята вы слишком разогнались да не горшочек не вари вот и таким образом как бы у вас получается возможность регулировать все это весь этот механизм значит соответственно у нас есть и ray blocking кью и линкит блоки дек название говорят сами за себя и вот там вот конечно вы можете задать capacity constraint вот так же у нас есть priority blocking кью где мы можем задавать приоритеты в очереди и synchronous q которая вообще не имеет capacity она работает таким образом что все происходит через одну передачу то есть предполагается что synchronous q работает ситуация когда у нас много продюсер много консюмеров и она сразу же передает от продюсера консюмеру как бы то что как бы тот элемент который получился вот то есть возможности реализации как бы детали для возможности реализации всевозможных concurrency штук их очень много и я конечно сейчас сильно переживаю что не могу как бы здесь у нас просто нет времени пуститься в детали относительно того при каких для каких задач один подход хорош для каких другой подход хорош эта тема вообще может быть целого семестрового курса скажем так никак не меньше ну моя задача просто дать сейчас обзор относительно того что вообще в принципе и существует чтобы вы как бы вы с вашим кругозором смогли потом пойти в документацию или почитать какие-то статьи и с умом это применить когда вам это понадобится но опять же я вас предупреждаю смотрите как бы на версию api и не читайте статьи по старым решениям потому что но они постоянно совершенствуются и новые как правило лучше старых значит его величество конкурент хэш мэп как бы наиболее наверное ну как по опыту наиболее употребимая конкурент структура данных java потому что чаще всего вам нужно именно какой-то key value storage иметь у себя чаще всего в этот key value storage меняете значит из нескольких потоков и очень удобно использовать конкурент хэш мэп ее несколько раз оптимизировали от версии к версии java она очень быстро работает с ней все прекрасно и у нее есть пасть полезные атомарные операторы вот там replace например put и в absent то есть если если отсутствует ключ то положи значение и вы гарантированно вот в такой атомарной операции что вы положите это значение поверх отсутствующего они так что вы проверили отсутствует ага кладем значение а в этот момент кто-то уже туда значение пропихнул понимаете да то есть это нам гарантирует атомарность то есть вот эти вот все штуки они атомарные на на конкурент хэш мэпе и это прям здорово это позволяет достаточно удобно программировать достаточно здорово писать какие-то конкурент какой-то конкурент код не особо вдаваясь вот в те дебри синхронизации о которых я рассказывал на предыдущей лекции но не всегда интерфейс map сам по себе достаточно нам иногда нужен navigable map то есть когда у нас ключи имеют какой-то порядок определенный на себе и у нас допустим мы не знаем точно какого-то ключа но мы хотим найти в мапе наиболее близких данному ключу да по порядку и для этого в джаве в однопоточный джаве есть три мэп а в многопоточный джаве есть конкурент skip-лист мэп это совершенно необычная структура значит skip-лист это как такой linked-лист в котором есть перескоки к серединке или значит так четвертинки или к восьмушки и таким образом нам обещают что в среднем получение ключа по значению будет произведено за логарифмическое время при этом но также как и ставка значений сюда будет произведена за логарифмическое время при этом как бы благодаря тому что умные люди над этим всем потрудились сама структура потока безопасно то есть много трэдов могут это делать они друг другу как бы не будут наступать на на пятки они наоборот будут друг другу помогать нам доделывать работу друг за другом и поэтому получается вот такая такая картинка значит это то что касается потока безопасных структур вопросы если есть задавайте в телеграме пожалуйста я вижу сейчас чат телеграме на отдельном окне наконец-то это стало возможно следующая важная история она прям важный важный фундаментальный то есть сейчас я призываю вас проснуться значит немножко встрепенуться и послушать потому что но с этим придется иметь дело и на самом деле это и есть та входная точка практическая в многопоточность джаве которые которые вы будете пользоваться то есть которые на самом деле пользуются потому что до сих пор там я теоретизировал можно так можно сяк а вопрос относительно того как же нам собственно запустить и организовать многопоточное приложение внутри конкретной джава программы я до сих пор обходил стороной и вот но тем не менее это вопрос который сразу же стоит когда возникает необходимость напиши на многопоточную программу так вот в самом самом начале я показывал что у нас есть java thread такой класс джаве который инкапсулирует себе параллельное вот это вот выполнение и мы можем его запустить и получить некий результат и сразу же сказал в практике так делать не будете а почему в практике так не делаете а в практике так не делаете а в практике так не делаете и не потому что 3d ну как скажем как gdbc connection помните я рассказывал про gdbc connection это дорогой ресурс это ресурс во первых дорогой во вторых это как бы это такие коровы которых которые во первых тяжелый неповоротливый во вторых надо пасти постоянно потому что значит бесконтрольно мы например не хотим создавать триды почему мы не хотим создавать триды бесконтрольно потому что как только мы создаем трет каждый трет он себе несет некую последовательность выполнения как вы наверное уже догадываетесь значит с каждой с каждым трудом связан стек вызовов кстати напишите в плюсики если вы понимаете сейчас о чем я толкую что такое стек вызовов и почему он занимает в памяти место и минусы если если этот момент непонятен отлично спасибо спасибо вот значит соответственно по умолчанию под каждый трет по моему я боюсь соврать но там что ли 25 мегабайтов этот как и все в джаве это можно регулировать но по умолчанию вас несколько мегабайт памяти под трет сразу же займется под стек вызову потому что труду надо выполнять функции функциям нужен стек если вы будете создавать много много тридов вы себе можете легко устроить out of memory с другой стороны как бы триды имеют тенденцию к тому чтобы заканчивать свою работу и значит после завершения задачи удобно как бы перформанса ради переиспользовать трид давать ему новую задачу вместо того чтобы убирать тот создавать новый вот но при этом как бы если у нас какой-то трид закончился каким-нибудь какой-нибудь ситуации когда он терминировался допустим не поймали мы exception он терминировался нам надо создавать новый в общем короче говоря триды надо пасти и также как с gdbc коннекшенами где у нас есть решение которое называется connection пул также в относительно тридов есть такие трид пулы которые уже реализованы в стандартной библиотеке уже реализованы хорошо поэтому не надо никаких велосипедов дело изобретать надо пользоваться этим решением надо работать с тридами через трид пулы поэтому никто не использует трид аппи напрямую никто не создает напрямую трид также как никто не создает напрямую gdbc connection еще раз подчеркиваю все это делается через специальные api давайте посмотрим что это за api такие значит для того чтобы это происходило есть два таких основных интерфейса один из них называется callable это некая вычислительная задача которая возвращает некий результат либо exception то есть смотрите у него есть колл у него есть возвращаемый результат в и еще у него здесь возможно checked exception выбрасывание checked exception то есть это достаточно хорошая абстракция то есть практически любая вычислительная задача она может таким вот образом быть и инкапсулирована и у нас есть абстракции менеджера тридов экзекьютер сервис который ну на самом деле значит делает что он позволяет засабмитить некую задачу для параллельного выполнения то есть у вас есть некий callable вы говорите вот я хочу этот callable выполнить в ну параллельном выполнении и тогда он говорит хорошо я принял твою задачу ваш звонок очень важен для нас оставайтесь на линии значит вам ответит оператор вот это вот вот эти вот слова они консулированы вот в этом вот классе классе фьючер что такое фьючер фьючер это задача in progress вы можете либо ждать пока она закончится прямо становиться вот так вот значит и ждать когда же она закончится а можете сказать окей мы получили этот фьючер то есть я делегировал там эту задачу кто-то ее делает а я как бы сред который породил ее поделаю что-то свое полезное пока та задача выполняется и в какой-то момент когда я уж совсем не смогу обходиться без этой задачи я что сделаю я вызову метод get а метод get он остановит как бы выполнение заблокируется и как бы мой трет будет ждать пока этот фьючер не как бы пока тот кто этот фьючер нам пообещал не выполнить свою задачу если к тому моменту задача уже выполнена get разблокируется сразу мы не будем ждать вот фьючер уже готов мы можем пользоваться этим значением но если это значение еще не готово и мы вызываем get то мы будем ждать это аналог самый в самый первый момент времени этом на самом первом слайде я показывал джойн джойн это как раз ожидание синхронизации трэдов когда они закончатся никто не пользуется джойном и вы не пользуетесь пожалуйста джойном это уже низкоуровневый механизм не надо им пользоваться вы сами как бы себе выстрелите в ногу если вы будете этим механизмом пользоваться но вот как бы через фьючер и через get вы таким образом реализуете ожидание задачи которая которая закончилась а еще фьючер есть такая штучка cancel мы сейчас разберем это все то есть если вы поняли что вам уже не надо ждать завершения этой задачи вы уже можете обойтись без этого результата и вы хотите от отменить выполнение вы можете пользоваться cancel ну и кроме того если вы не хотите блокироваться на этом гете вы можете вызвать метод из дан он не блокирующий он просто вам вернет true или false true это значит все задача уже закончилась соответственно можем пользоваться get там после этого false значит задача еще не закончилась и мы можем попытаться делать еще что-то полезное пока там в параллели выполняется фьючер задачи вот такой вот интерфейс и как это все работает в как бы в комплексе как всегда с concurrency джави есть некоторые как сказать паттерны которым просто необходимо следовать их необходимо знать им необходимо следовать другому просто не получится нас есть некий некий клиент который хочет выполнить задачу асинхронно даже не асинхронно параллельно значит он создает эту задачу task она реализует интерфейс callable должна имплементировать интерфейс callable потом не получает каким-то образом экзекьютор как он получает я сейчас покажу и говорит таск пожалуйста за сабмите окей значит экзекьютор создает новый фьючер и этот фьючер возвращается клиенту значит параллельно в отдельном потоке выполнения экзекьютор выполняет метод ран там на этой фьючер который уже значит орудуя с таском выполняет код этого таска отдельно в отдельном потоке выполнения то есть отдельный поток выполнения начинается вот здесь а дальше клиент здесь что-то делает свое может быть ничего не делает может что-то делает свое в какой-то момент он понимает что все без без результата этого таска он уже дальше продолжать не может тогда он вызывает get этот get блокируется пока таск не закончится результат возвращается фьючер отпускает резалт на результат вызова методы get вот такой вот как бы паттерн выполнения все запуска синхронных задач и как бы когда вы будете делать домашку когда вы будете делать что угодно реальные какие-то проекты кроме как через экзекьюторы пожалуйста не запускайте параллельное выполнение теперь вопрос откуда взять вот этого товарища для этого у нас есть класс экзекьютор который порождает экзекьюторы на любой вкус на любую задачу опять же здесь очень большое разнообразие и для разных задач нужны разные экзекьютор значит давайте так чтобы вас сейчас нет не вводить в заблуждение там не как бы не взрывать мозги я могу дать вам такое дефолтное значение которым удобно пользоваться пользуйтесь new cash thread pool если вы знаете что вам надо запустить несколько задач и как бы вы не знаете сколько их там будет но вы знаете что их будет несколько то есть вам нужна какая-то какая-то какой-то конкуренции значит и вам нужен экзекьютор то хорошим умолчанием является экзекьютор с точка new cash thread pool вот это вот запомните и пользуйтесь это будет нормальным решением если у вас значит если вы точно знаете там степень параллелизма можно задавать fixed thread pool который сдает количество трэдов можно задавать single thread executor если вы точно знаете что у вас там будет один поток либо вы хотите установить такой такую штуку что как бы выполнять в параллели но параллельность она должна быть не ограничена там не более чем одной параллельно выполняющейся операции то есть иногда такое нужно делать вот то вы можете использовать new single thread executor вот и у нас есть еще scheduled thread pool который позволяет выполнять задачи с некоторой периодичностью или с некоторой задержкой относительно текущего времени то есть на самом деле все на любой вкус есть но вот запомните вот это вот cash thread pool это хорошая штучка которая годится для большинства каких-то практических задач скорее всего вы будете пользоваться ей он по необходимости если вы много трэдов поднимаете он будет расти он будет держать thread неиспользованные 60 секунд после чего он будет его прибивать если у вас как бы concurrency сдулась вот поэтому пользуйтесь им дальше чаще всего ну не чаще всего но достаточно часто у нас возникает необходимость выполнить сразу несколько задач параллельно и при этом либо дождаться выполнения их всех new cash thread pool следит чтобы не создавать больше потоков чем ядер меня вопрос нет он за этим не следит вот и в принципе нет ничего страшного в том чтобы создавать потоков больше чем ядер и как бы операционные системы с этим справляются хотя когда мы создаем очень много потоков сильно больше чем ядер но то есть ну сотни потоков java то есть при там на восьмиядерном процессоре это нормальная история с этим справляется операционка с этим справляется джава это все хорошо когда вы уже говорите про тысячи потоков это уже плохая идея вот и поэтому надо как-то с этим с этим работать вот но у нас еще ну может я в конце расскажу на же project loom значит надвигается на джаву где все будет получше значит смотрите у нас часто есть такая задачка что запустить параллельно и либо дождаться выполнения их всех либо кто-то первый прибегает с результатом именно этот результат нам нужен а все остальные мы можем отбросить результат вот то есть либо допустим вы запускаете какое-то параллельное вычисление задачу ну первый случай понятно это случай на вычисление то есть мы разбили какую-то задачу на под задачи и ждем когда все они закончатся чтобы потом эти результаты агрегировать и представить тогда нам нужно выполнение всех второй случай это случай поиска когда нам надо найти что-то в огромном массиве опять же мы разбили это на под задачи значит ищут 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 все кто-то один нашел и говорим о он нашел мы приняли результат остальные не ищите не тратьте время вот значит для этого у нас имеется значит методы у экзекутора invoke call и invoke in то есть смотрите в первом случае мы получаем что лист от фьючер и в этой ситуации мы будем запустив запустив коллекцию callable этот invoke call будет ждать пока они все закончатся а мы получим лист от фьючер но при этом заметьте почему он возвращает нам лист от фьючер а не лист от т тут вот все правильно написано в комментарии что какие-то из них могут закончиться с исключением и тогда это фьючер будет как бы держать себе исключение а не результат получен а вот а в invoke any методе invoke any все по-другому мы как раз возвращаем т пока у нас не появился первый первый успешный результат ну либо execution exception если у нас не возникло никакого результата теперь то есть экзекутор это очень удобная штука на позволяет нам с обменить сабмитить и во вторых она позволяет нам делать нового укол и инвок и не вот эти вот штуки запомните пожалуйста потому что иногда я вижу попытки реализовать вот такое вот своими силами не надо уже это придумано зала значит теперь как нам отменить задачу если мы поняли что она нам больше не нужна но в частности инвок и не уже получила какой-то результат от другого 3 да и хочет отменить другие как она это будет делать у нас есть фьючер у фьючер есть два метода метод значит cancel false и cancel true но на самом деле метод один да но он с флажком значит cancel false он говорит так если задача еще даже не начала выполняться то есть она где-то там у нас ждет а пока у нас в трет пулей не не обнаружится значит поток который возьмется за нее то есть если ее еще не не начали выполнять тогда она просто отменится но если уж начали ну давайте подождем пусть она выполнится cancel true она говорит что типа если она не начала выполняться естественно мы ее отменяем но если она выполняется то мы попросим выполняющий поток прерваться и выйти из этой задачи почему попросим почему так вежливо почему так почему не сказать просто все бросай все и как бы выходи об этом речь впереди значит кроме того где кьютер сервиса у нас есть метод shutdown который просто запрещает прием новых задач и у нас есть метод termination то есть метод shutdown он у нас запрещает прием новых задач с каких-то внешних потоков которые пришли затем когда мы вызвали этот shutdown мы выполняем away termination который говорит что типа давайте подождем пока принятые задачи завершаться вот но они могут не завершиться за выданный тайм-аут и тогда мы говорим shutdown now но метод shutdown now не заканчиваем как бы это мы так говорим shutdown now и пальчиком грозим но на самом деле мы всего лишь в этот момент попросим параллельно выполняющейся задачи завершиться как вы уже поняли из этой преамбулы не так нельзя просто взять и значит завершить задачу которая выполняется в параллельном потоке действительно так мы прерываем прием новых задач мы можем сказать давайте те задачи которые не начали выполняться и не будут выполняться подождем пока значит закончатся эти задачи и наконец у нас есть метод попросить все задачи которые выполняются сейчас выполнится почему попросить ну казалось бы и кстати говоря в начале какое-то не было так очевидно и даже в трэде сделали методы я даже их не перечисляю потому что они деприкейтед и ими абсолютно точно не надо пользоваться методы принудительной остановки метод принудительной остановки метод принудительной паузы трэда выполняющегося и метод принудительного как бы размораживания трэда то есть это напоминает знаете пульт управления вот магнитофонами раньше был да квадратик это останавливаешь воспроизведение пауза приостанавливаешь и треугольничек продолжаешь вот то есть как бы интерфейс вполне себе понятный но только в условиях конкурент среды приводящие его использование всегда приводит к проблемам и поэтому его просто запретили к использованию потому что вы можете остановить или запаузить нечто вы можете прервать нечто в середине атомарной операции тогда у вас будет inconsistent state с законовой счета деньги взяли на другой не положили трэд остановился окей все остановился и деньги пропали вот мы можем назвать нажать на паузу в середине какой-то атомарной операции и завесить блокировку на нашем банке на нашем аккаунте и в результате мы как бы запаузили его и тем самым как будто бы освободили себе ресурсы вычислительные для других трэдов а нифига другие трэды ничего не могут сделать потому что там блокировка стоит и все это как бы приводило к дедлокам и в общем не к тем последствиям которые хотелось бы поэтому такой механизм от него очень быстро отказались и вместо него ввели кооперативный механизм прерывания когда мы просим код прерваться а в коде специально написаны инструкции которые позволяют хорошо и вежливо прерваться когда тебя попросили это опять же понимание этого это ключевая история для тех кто занимается конкуренси в джава если вы пишете какой-то конкуренси код всегда думаете о том что вас попросят прерваться и вы обязаны прерваться когда вас об этом попросят опять же сам язык джава своим синтаксисом вам никак не поможет в этом вы вполне можете написать плохой код который не будет работать в кооперативном механизме прерывания и заметит это только на продакшене или просто пользователи вашей системы вот значит теперь как этот механизм работает давайте разберем запомним если не запомните просто запомните сам факт что этот механизм есть и потом придите там к этим лекциям или к книжкам и значит восстановите у себя в голове значит когда у нас пришло пришло необходимость прервать какой-то поток вызывается метод thread interrupt и у как бы значит у среда есть такой метод thread is interrupted который говорит что типа а нас вообще меня вообще прервали меня как бы пытаются прервать или нет скажем так не прервали а пытаются ли меня прервать вот и кроме того у нас есть еще java memory model rule специально для этого что thread узнает о том что он прерван в отношении happens before по отношению к вызову метода interrupt то есть если вы там что-то в памяти сообразили потом вызвали interrupt потом thread который узнал что он прерван он может увидеть те изменения как бы прерывальщика памяти это очень удобно и значит что что нужно делать с точки зрения вот кода выполняющегося параллельно если там идут вычисления в цикле какой-то цикл вайл большой как правило это либо там большой цикл фор либо большой цикл вайл обязательно в этот цикл достаточно часто ну насколько часто это уже как бы на вашей совести но достаточно часто вы должны спрашивать thread current thread is interrupted выставлен ли этот флаг вот если этот флаг выставлен то вы должны как бы записав лог факт прерывания это важно для отладки выйти из метода сказав там да я тут занимался каким-то расчетом или я тут занимался каким-то поиском но вот там мой thread id такой-то меня запросили это прерывание поэтому я выхожу из метода и вызываю там return return там это либо void будет да либо это return там не знаю нула или какого-то другого значения но в общем как только вас прервали вы должны из метода выйти вы должны сделать break из цикла вайл должны что-то такое сделать что прекратит выполнение вот этого потока это первая история то есть из interrupted надо проверять достаточно часто но если у вас короткое выполнение наверное вы ни разу не выполните даже из этого интерапта то есть вы делаете что-то и другая история про прерывание это то что ждущие методы могут выбрасывать interrupted exception вот interrupted exception это такой exception который всегда болтается под ногами у новичков никто не знает что с ним делать все его заворачивают в три блок значит ну как бы все джуниоры скажем так заворачивают его в три блок типа запихивают под подушку но и короче говоря не функциональный код получается не функционирующий вернее код получается неправильно функционирующий код потому что это не то что надо делать сейчас я объясню вам раз и навсегда что делать с interrupted exception откуда он берется значит смотрите с этим все понятно мы в цикле что-то выполняем просто проверяем но иногда у нас бывают ждущие методы то есть когда мы действительно ждем ждем какого-нибудь conditional wait либо какие-то ждущие операции input output то есть мы запросили что-то там у сети или у какого-то сервиса это вот ждущая операция когда появится вот ждущие операции они в джаве все объявлены с тем что он throws interrupted exception как только мы ее вызываем в коде у нас сразу же возникает вот это красненькое подчеркивание в идее в идее там или в эклипсе так делай что-то с этим interrupted exception что это означает это означает что пока мы ждали поток наш прервали и значит нам не надо больше ждать нам надо выходить из потока как мы можем выходить из потока ну во первых нормальным я подчеркиваю это нормальным выбором является объявить throws interrupted exception в вашем методе о чем это будет говорить это будет говорить о том что в моем методе но для тех кто его использует в моем методе осуществляется ожидание например мой метод он ждет там что-то на какой-то condition или на каком-то какой-то асинхронный вот вывод и поэтому я могу выбросить interrupted exception ну как бы если я жду то в результате этого ожидания может возникнуть перерывание я выбрасываю этот interrupted exception то есть я поднимаю его наверх но иногда вы можете оказаться в ситуации когда у вас контракт не позволяет выбрасывать checked exception например вы находитесь в методе run интерфейс runnable вот callable кстати говоря может выбирать exception и в этом смысле он удобен а вот runnable не может вызывать exception и если вы засубмитили runnable пробрасывать нельзя что надо делать есть вполне определенные инструкции относительно то что надо сделать надо записать факт прерывания влог не забываем всегда про это поймать этот exception выставить в 3d interrupted статус и выйти из выполнения то есть это вот делай раз делай два делай три это является нормальным правильным способом ловли interrupted exception если вы не можете его пробросить наверх то есть всегда пробрасываем наверх но если пробросить наверх уже никак нельзя то тогда делаем вот это вот восстанавливаем interrupted статус почему потому что когда мы поймали interrupted exception thread уже не interrupted и если мы его подмали и ничего с этим не сделали и продолжаем выполнение то что происходит там кто-то попросил executor service прекратить все 3d значит thread сказал ага поймал вот это вот прерывание и продолжает выполняться и это не здорово у нас программа зависла или программа не может нормально завершить свое выполнение на самом деле это баг и он ни к чему хорошему не приведет он приведет большому головнику при использовании как бы вашей программы в продакшене потому что сервис должен не только запускаться сервис должен уметь еще и хорошо останавливаться то есть никогда никогда не проглатывайте просто interrupted exception знайте что с ним делать пробрасывайте наверх или делайте вот так как здесь вот это вот запомните ну и теперь там в завершении немножко расскажу про completable future есть такая история которая появилась в восьмой джаве вместе со всякими функциональными историями там стиле функционального программирования значит как название следует эта штука которая расширяет интерфейс future то есть он наследуется от future и completable он потому что его можно извне завершить извне закончить его и кроме того он позволяет собрать цепочку вычислений это как бы первая история про то что его можно закончить извне а вторая история про то что можно собрать цепочку вычислений происходящих после его завершения значит как они используются допустим у нас имеется некий как бы мы хотим получить некий интеджер на выходе значит смотрите у нас имеется там work hard метод который может получить раньше а может work smart мы не знаем какой из них получит решение раньше но нам нужно значит получить его а еще у нас имеется история такая что в результате какого-то выполнения может еще и exception возник так вот мы можем взять собрать вот это вот completable future создать снаружи не то что мы его получаем через метод submit а мы его создаем снаружи это у нас final ну effectively final переменная соответственно она попадает значит захватывается вот этими лямбами всеми вот и соответственно метод execute он мы не используем никакой future который возвращает executor но мы уже переданные сюда future completим снаружи многих executor то есть это позволяет нам получить что позволяет получить некий результат первым потому что какой из них первым вызовет complete тот и тот как бы и получит результат этого future вот опоздавший он просто не поменяет этот комплит соответственно на выходе мы можем уже сделать f.get и дождаться когда кто-то закончится либо с исключением либо со значением это примерно то же самое что invoke any да вот только более сложно так зачем нужна completable future completable future нужна за тем чтобы создавать композиции например если вы сделали какой-то completable future то вы можете ее скомпозировать допустим с функцией то есть получили объект completable future затем вызвали метод then apply на выходе вы получаете другой completable future который не сразу закончится но когда он закончится его результатом будет результат выполнения первой completable future которому пределана функция ну вернее не пределана функция как бы еще функция сверху выполнилась у нас получился немного другой результат то есть мы говорим когда закончится функцию еще вот эту выполни мне пожалуйста вот а мне уже финализирующий результат и вот как бы огромные у completable future есть огромный огромный набор методов там все их не помнят но которые позволяют вам достаточно заковыристые вещи композировать в функциональном стиле там then accept then compose значит и так далее и так далее имеется допустим метод complete on timeout который вернет какой-то результат если как бы закомплить эту функцию если там допустим в течение 10 секунд этот эта функция этот future не закомплитился ну каким-то экзекьютором вот кроме того мы можем комбинировать несколько completable future то есть если у нас есть пара completable future мы можем вызвать там then combine и получить результат когда они оба закончатся то пожалуйста значит выполни некоторую функцию которая возьмет два аргумента соединит их в один результат и вернет этот результат вот ну и так далее значит apply to either либо одна завершилась либо другая завершилась значит примени функцию и верни результат all of any of то же самое если этого как бы показалось мало вот этих всех штук которые я показал то на самом деле каждый из этих методов он еще имеет async версию то есть если по умолчанию а вот этот вот метод then apply он выполняет в той же в том же треде функцию которая выполняется на выполнении то then apply async он создает еще один тред в другом треде заданного азекьютора и выполняет его асинхронно то есть то чего я вам показал он показал огромный огромный такой лего конструктор из которого можно соорудить что-то очень уродливое можно соорудить что-то очень прекрасное что вы из этого соорудите это уже значит вопрос другой за рамками за рамками данной лекции в действительности как вы понимаете вот эти полторы лекции мы только прошлись по основам целый семестр вполне можно было бы рассказывать про java конкуренси и как бы специальные люди не я которые много занимаются разработкой именно конкуренси штук в джаве могли бы такой курс делать есть знаменитая книга она вышла аж в 2006 году 14 лет тому назад в эпоху джава 5.0 и она не переиздавалась к сожалению как бы авторы ее не апдейтили хотя запрос на это существует потому что в джаве много чего поменялось в плане конкуренси вот но она до сих пор актуальна потому что базовая история про java memory model базовая история про какие-то алгоритмы они все там рабочие и если еще про прошлом прошлом году на лекциях я говорил ее еще и на русском языке нет поэтому вы как уж хотите выкручивайтесь но в эту книгу получите ну там закажите через amazon за бешеные деньги вам привезут ее вот у меня по крайней мере она есть именно такая но сейчас буквально этой осенью издательство питер как бы это вообще беспрецедентно 14 лет спустя столько обычно технические книги не живут они взяли и выпустили русский перевод настолько большой как бы есть спрос на эту книгу со стороны разработчиков но и все правильно они правда не перевели там java concurrency книга называется java concurrency на практике но если питер не перевел то я тоже переводить не буду вот так что пока это все еще самое полное руководство но 14 лет назад написано то есть вам надо смотреть как бы новые новые api инструкции руководство к новому api чтобы разбираться на самом деле кроме того как вы поняли из моего изложения чтобы написать грамотно написать конкурент код в java нужно очень много чего знать очень много каких условностей которые просто надо держать в голове постоянно проверять и которые очень легко нарушить и сам синтаксис языка java вам никак не поможет как бы в этом он просто скомпилирует у вас будет дефектная программа причем это еще и очень сложно тестировать там выявлять и так далее вот для того чтобы как бы все эти условности держать в одном месте есть такой код-ревью чек-лист java concurrency но здесь ссылка вы можете по ней пройти на гитхабе находится роман левентов это автор такой базы данных друид и ну по крайней мере мы его знаем благодаря этому и вот этот чек-лист у него содержит порядка ста пунктов по которым как бы просто глазками нужно верифицировать конкуренси код на распространенные ошибки он вам не гарантирует безошибочность но он гарантирует вам что если хотя бы в одном из этих пунктов вы не выполнили то у вас какие-то проблемы там будут поэтому вот вот эта штука она современная она обновляется по сей день и я рекомендую просто помнить о том что где-то в интернете она есть и когда вы будете конкурент код писать имеет смысл как бы эту штуку почитать вот да ну и у меня тут есть специальный слайд в прошлом году когда я готовил вот эту вот большую лекцию про конкуренси опять же конкуренси это такая штука где очень легко сделать ошибку если ты просто что-то не знаешь тебе никто не поможет кроме ребят которые этим занимаются и сами эти шишки набили я просил отревьюить эти полторы лекции в твиттере и очень много людей пришло и очень много дали там мне порядка двадцати или тридцати замечаний я потом составил такой список и по этим замечаниям проходился и рефайнил материал который содержится в этих слайдах поэтому всем этим ребятам большое спасибо естественно все ошибки и неточности которые тут есть мои но в общем знайте что вот эти полторы на эти полторы лекции достаточно много было труда положено и я надеюсь все таки что информация там наиболее точная и соответствующая тому как делать правильно вот если у кого-то есть какие-то вопросы по конкаренсии можно сейчас сделать паузу перед тем как перейти к следующему к следующей теме лекции мы можем так передохнуть и поговорить про конкаренсии вот такой общий вопрос как работает сборщик мусора когда когда начиная со многопоточного о это сложный вопрос значит на самом деле сборщик мусора у любого сборщика мусора в джаве есть несколько типов и любой сборщик мусора он приостанавливает работу всех трэдов в какой-то момент это так называемый стопл Fin Причем Как вы понимаете, приостановить мы можем не всегда, поэтому там есть такая история с безопасными точками остановки, но это уже занимается он совместно с компилятором, совместно с Java-машиной. То есть он ждет, когда все синхронизируются на точки остановки, останавливает их всех и выполняет некую операцию, которая может быть выполнена только во время Stop the World Pause. И тут ужас-ужас. Вы представляете, насколько это фигово-то на самом деле. Это одна из проблем Java вообще, что у вас есть сборщик мусора, вы работаете, и вам кажется, что ваша программа на Java выполняется-выполняется, вы цикл while написали, но на самом деле вы всегда должны помнить, что в любой момент она может просто остановиться на неопределенное время сборщика мусора и продолжить выполнение. Но, к счастью, сборщиков мусора есть много, несколько разных, и, опять же, это вопрос уже такого более продвинутого уровня, и, скорее всего, в первые годы вашей практики вы с этим не будете встречаться, и по дефолту все работает нормально. Но, когда уже fine-tuning начинается, то встает вопрос выбора сборщика мусора. Здесь интересная история, что есть сборщики мусора, у которых маленькие Stop the World Pause, а есть сборщики мусора, у которых большие Stop the World Pause. Но, как вы понимаете, везде есть трейд-офф. Latency versus Rupert. Если вы работаете, допустим, ваша задача, что у вас какое-то однопоточное выполнение или у нас мало потоков, это как-то batch job. Вот вы ее запускаете, она должна перемолоть, такая числодробилка, она будет вам 5 часов дробить результат. И тогда вам не важно, на самом деле, в этих 5 часах, какое время занимали Stop the World Pause. Вам важно, чтобы это было там не 5 часов, а 4 часа 45 минут. Вот это важно. И тогда вы используете сборщики мусора, которые не работают конкурентно, которых более длинные Stop the World Pause. Но при этом для batch job это более подходящий вариант. А вторая история про то, что у вас много трейдов. Допустим, у вас это сервис, который должен всегда отвечать на запросы пользователей. И в этом смысле, если у вас там пришло куча пользователей, и какой-то из них остановился на 2 секунды, потому что Java мусор собирала, это прям вот нехорошо. И тогда вы используете сборщики мусора, другие, у которых короткие Stop the World Pause. Но это все дается чем? Это дается тем, что у них есть memory overhead, потому что каждый объект обрастает дополнительными данными, которые занимают время в памяти, которые снижают скорость порождения объектов. То есть у нас получается меньше сруб по порождению объектов. Но при этом они больше делают работы в параллельном трейде, пока они не дойдут до того момента, когда ему нужно сделать Stop the World Pause. И там, допустим, новый сборщик Шенандапа, который часто Алексей Шпилев рассказывает, он как раз как относится к субмиллисекундным, у него субмиллисекундные Stop the World Pause. То есть даже никто не замечает, что они там есть. Они все равно там есть у любого сборщика мусора. Это теоретическое ограничение. СТВ-пауза должна быть. Но это дается ценой чего? Ценой того, что мы дополнительный расход по памяти, дополнительный расход по процессору имеем. Вот. Надеюсь, я ответил на вопрос. Еще о чем что-нибудь есть поговорить про конкуренцию? Но давайте тогда дальше двигаться. Если что, я в Телеграме всегда готов порассказывать. Теперь на другую тему переходим. На самом деле, это уже такой спин-офф. Приближаемся к финалу наших лекций. И я вот тут до этого рассказывал про всякие возможности языка, что можно сделать так, можно сделать так. Вот у нас такой конструктор лего, куча вот этих разноцветных кирпичиков. Теперь немножко поговорим о том, как из этих кирпичиков хорошее что-то делать. Оказывается, у нас есть специальные другие кирпичики, которые позволяют делать хорошее из основных кирпичиков. Значит, смотрите, какая история возникает зачастую. У нас возникает повторяющийся код. Ну вот, например. Есть у нас такой класс Person. И надо нам этот класс сериализовать. Что значит сериализовать? Перевозвратить строку, которая передается по сети, отобразится на фронт-энде, или там кто-то его получит, потом десериализует, то есть превратит обратно в Person. Короче, задача сериализации. И в качестве сериализации у нас самый распространенный способ – это JSON. Я думаю, все про это так или иначе слышали. Просто строка с фигурными скобками от JavaScript к нам пришла. Ну и, соответственно, мы можем сделать как? Мы можем пойти в лобовую и сказать, вот у нас есть класс Person. Вот мы его хотим превратить в JSON-строку. Давайте напишем код, который превратит его в JSON-строку. Взяли этот JSON-object. А дальше говорим. У Person есть имя, вот оно, фамилия. У него есть фамилия вот сюда. У него есть дата рождения вот сюда. И еще 20 полей сюда положили вручную и получили такой вот код. Или другая история. Значит, есть у нас некий сервис, который выполняет команды. Команды, причем в достаточно широком смысле этого слова. Мы можем делать тулу для command-line интерфейса. И тогда у нее могут быть какие-то аргументы. Сделай то, сделай все. И тогда мы говорим, вот если позвали команду foo, тогда выполни метод foo. Если команду bar, выполни метод bar и так далее. Еще 15 команд. Либо это может быть веб-сервис. То есть у нас есть какой-то handle там, и либо в URL, либо в параметрах этого URL прописано нечто. И в зависимости от того, что там прописано, мы должны вызвать тот или иной метод. И как это можно сделать? Можно сделать такой вот switch. Мы знаем все команды. И в зависимости от этих команд все выкидываем. Но это все не то. Итак, я надеюсь, у всех есть ощущение, что это что-то нехорошее. Так код не пишется. А почему, кстати, нехорошее? В чем проблема с этим? Тут есть очень важная история относительно вообще качества кода. Это понятие coupling и cohesion. Кстати, поставьте плюсики и минусики, кто слышал вообще про coupling и cohesion. Кому уже доводилось читать или получать какую-то информацию, или, может быть, на лекциях вам рассказывали. Значит, сплошь минусы. Отлично. Значит, тогда рассказываю. Это прям вот вещь, которую любой разработчик на любом языке программирования должен держать в голове. Значит, coupling – это как бы степень… А, еще, как с многими терминами, большая-большая проблема с переводом на русский язык. То есть кто-то говорит связанность и связанность, как вы понимаете, там целые вообще ходят дискуссии про то, как их переводить. Но дело в том, что по-английски это звучит по-разному, а когда пытаешься их перевести на русский, они начинают звучать одинаково. Одно из этого – это плохо, а другое – хорошо. И в результате получает взрыв мозга и полный перепутывание. Поэтому давайте я буду по-английски говорить, а там дальше можете посмотреть, как это на русский переводится. Так вот, coupling – это степень того, как модули ваши, классы, либо модули, либо что угодно, какие-то части программы зависят друг от друга. А cohesion – это степень того, как внутри одного класса или модуля части занимаются одним каким-то делом и не занимаются чужим делом. То есть хорошо спроектированные приложения, в нем какие-то аспекты, это я сейчас говорю очень общие вещи, они действительно очень общие, такие абстрактные. Аспекты одного и того же должны находиться рядом в коде, не должны быть разбросаны по коду. А при этом разные части кода, они должны как можно меньше друг с другом быть связаны. И очень часто низкая степень coupling, она порождает высокую степень cohesion, и это хорошо, с таким кодом хорошо работает. И наоборот, когда у вас плохой cohesion, у вас возникает плохой coupling. Лучше всего, по-моему, там есть разные картинки, лучше всего на эту картинку посмотрите. То есть у нас имеются некие фрагменты кода, и вот смотрите, здесь у нас восьмерка отвечает и немножко и работает с А, и немножко работает с Б, и поэтому вот такая вот очень много связей, и это все очень трудно поддерживать. Код хрупкий. А здесь у нас наоборот, высокий cohesion, то есть все части внутри одного модуля, они делают одно и то же, и как бы они замыкают задачи на себя. И у них очень мало интерфейсов, которыми они взаимодействуют с другими модулями. То есть с таким кодом работать хорошо. То есть вспомните эту картинку, и у меня вопрос. Ну, собственно, два вопроса. Вот они на слайде. Может быть, кто-то размьютится и скажет, значит, почему вот в приведенных примерах, я вот, ну вот, например, вот такой вот пример. За счет чего здесь плохой cohesion и сильный каплинг возникает? Или вот здесь вот? Ну, окей, хорошо. Попроще вопрос. Почему, по-вашему, вот это плохой код? Давайте не в терминах каплинг, cohesion, а просто вот таких вот бытовых терминах. Почему, по-вашему, вот это плохо? В чем проблема? Но я не верю, что никто из вас уже как бы к третьему курсу не писал код настолько, чтобы вот не понимать, что здесь что-то не то. Потому что если обновить person, то ты никак не узнаешь, никакой проверки нет, и ты забудешь обновить тут же зону. Да, спасибо большое. Именно это я хотел услышать, на самом деле. Вот, то есть, а почему ты забудешь? Потому что, смотрите, вот этот код, он занимается, он же находится в другом классе, в классе naive person serializer. И как бы он занимается не своим делом, он пытается что-то знать про person. А person, соответственно, он ничего не знает про этот самый serializer. Соответственно, у нас возникают две точки знания в двух частях программы. Возникает плохой cohesion и плохой coupling. Соответственно, здесь ты можешь забыть, какие у нас есть команды вообще, и не узнать. И компилятор не поможет. Ну, то есть, компилятор может помочь, если ты удалил что-то из person, и тогда здесь не скомпилируется, что тоже на самом деле плохо, потому что вы можете хотеть сделать какую-то универсальную библиотеку, и у вас не получится, потому что она как-то будет несовместима здесь, с этой версией. Но тем более, если что-то добавилось или поменялось, вы об этом никак не узнаете. Значит, соответственно, как-то с этим надо бороться. Как с этим можно бороться, например? Например, можно пользоваться фреймворками сериализации. Когда мы объявляем класс person, ну вот, например, мы говорим, что есть класс person, и мы хотим публиковать, то есть сериализовать вот эти вот поля его. И мы говорим, публикуй, пожалуйста, фреймворк сериализации вот эти вот поля при помощи вот этой вот собачки паблиш. Сейчас я буду говорить про то, как это делается, реализуется в Java, и вообще как эти механизмы работают. Либо по умолчанию мы говорим, давай-ка сериализуй все, а вот то, что не паблиш, что не сериализуй. Кроме того, ты можешь сказать, что там, скажем, birth date сериализуй, но называй там по умолчанию это как birth date, ну, в смысле, по умолчанию при сериализации называй поле так же, как это поле называется в классе, но ты можешь придумать какое-то другое поле, или ты можешь придумать какой-то другой формат. Например, дату уже можно совершенно в разных форматах представить. И здесь ты можешь как-то подсказать, какой формат даты ты бы хотел, чтобы он сериализовал. И у нас здесь получается какой? Высокий кохижин, потому что код, относящийся к сериализации объекта и к его внутренностям, он здесь, все эти настройки, они здесь рядышком находятся. Ну и тогда вы можете создать какой-то универсальный JSON-сериалайзер, передать туда Person Class, и он уже ничего не знает про Person. Person сама знает, что она хочет отдать JSON-сериалайзер. Ну и то же самое, другая история, это контроллеры. Но это уже все знают, как бы все, кто пишет какие-то REST-сервисы на Java, они там пишут контроллеры, но опять же, command – это некая условность. Значит, мы говорим, что вот этот метод, он на самом деле обрабатывает команду foo, а этот метод, он обрабатывает команду bar или какую-то другую команду. Видите, здесь у нас связана, вместе с кодом, связана некая такая мета-информация относительно этого кода. И, соответственно, у нас есть какой-нибудь command-диспетчер, который получает контроллер, он получает команду, и дальше уже в этом контроллере он ищет метод по команде, который должен команду выполнить. То есть у нас полностью развязано. Command-диспетчер ничего не знает про конкретику контроллера. Ему вообще глубоко по барабану, чем занимается сервис и как он эту задачу свою выполняет. Его задача, его cohesion, как бы, то, чем он занимается, это взять команду, найти подходящего исполнителя, назначить исполнителя команди. Все. Как там исполнитель выполняет эту команду, его не волнует. Соответственно, чтобы добиться вот такого вот, в Java есть механизм аннотации. Как вы уже видели все к сегодняшнему дню уж точно, в Java есть такие штучки с собачкой. Я подробно-подробно рассказывал про синтаксис Java, но до сих пор как бы про аннотации, про вот эти вот команды с собачкой. Я как бы рассказывал, ну вот есть такая данность, и как бы не говорил, откуда она происходит. Вот сейчас, наконец, мы добрались до момента, когда мы подробно про них поговорим. Так вот, такой способ добавления метаинформации к различным элементам программы на Java. Дальше эта метаинформация может быть использована разными способами. И основной способ, о котором мы будем говорить, о котором мы будем говорить в рамках этого курса, это использование в рефлексии для того, чтобы делать всякие полезные штуки в рантайме, но на самом деле аннотация используется не только в рефлексии. Поэтому сейчас давайте как бы немножечко поставим на паузу вот эту вот историю про coupling, cohesion, про те вещи, которые можно делать при помощи аннотации и рефлексии. Мы к ним вернемся там на следующей лекции, а сейчас поговорим просто про аннотации как таковые. Это синтаксическая конструкция в Java. Соответственно, они работают примерно как модификаторы, там public, static и так далее, volatile, это все модификаторы. Но модификаторов, их ограниченное количество в языке, в синтаксисе, они там есть, они там неизменяемые. А здесь вы можете создавать свои аннотации, библиотеку аннотаций, какие хочешь сами писать. Более того, в стандартной библиотеке есть какие-то аннотации, которые работают вместо модификаторов. И это прям очень здорово, это очень гибко. Использоваться они могут на трех случаях. Значит, на этапе кода генерации перед компиляцией, на этапе инструментации байт-кода и на этапе выполнения кода. Вот я сразу говорю, что мы будем говорить только про этот случай. А про эти два, ну там немножко могу рассказать в общих чертах. Просто на них нет у нас времени, но это сильно за рамками нашего курса, потому что это advanced темы. Потому что люди, которые вот этим занимаются, это, как правило, уже какие-то создатели инструментов на значительно более поздних, скажем так, этапах работы с Java. Значит, каким образом мы аннотации просто создаем, определяем новые? Для этого есть у нас специальный синтаксис. Ну тут может быть modifiers, то есть public, допустим, чаще всего. Public, interface с собачкой впереди и дальше annotation name. То есть аннотация это как бы как интерфейс, но она определяется как интерфейс, только такой вот собак интерфейс. Это вот такой специальный синтаксис. Вот он пример. Public, собака интерфейс, bug report. И вот у bug report у нас имеются разные вещи. Смотрите, на интерфейс это на самом деле не похоже на обычный, поэтому это именно аннотация. То есть мы пишем собака интерфейс, говорим аннотация. И у нее что? У нее есть как бы методы. На самом деле это не методы, а как это? Property аннотации. Значит, давайте посмотрим, что же это такое. Значит, специальный вид классов. То есть у нас есть в Java класс, у нас есть Java интерфейс, но у нас есть еще специальные классы. В какой-то момент появились ename, которые как бы классы, но они для специфичной задачи. Еще у нас в Java появились уже рекорды, которые тоже как бы класс, но для специфичной задачи. Но вот до этого у нас появились вот такие вот аннотации. С точки зрения наследования, они все наследуются от Java, Lank, Annotation, Annotation. Как бы каждый объект у нас наследуется от Object, а вот все аннотации наследуются вот от такого базового интерфейса. И в отличие от интерфейсов и в отличие от объектов, их нельзя расширять наследованием и нельзя параметризовать через Generics. То есть аннотации не знают ничего про Generics, аннотации ничего не знают про наследование. Потому что вместо наследования у них другой механизм, у них механизм аннотирования. То есть вы можете иметь аннотированную аннотацию, и это решает проблему. И кроме того, методы, вот здесь есть как бы методы, но это методы такие в кавычках, они на самом деле Properties. Методы не могут иметь параметра. Сейчас разберемся с этим. Да, но тут есть еще ограничение, что у нас вот эти вот методы в аннотации, которые внутри, эти string, assign to, inseverity, они оказывается еще и не любого типа могут возвращать. Во-первых, они могут возвращать примитивы, это здорово. Они могут возвращать непримитив, string, они могут возвращать класс, они могут возвращать другие аннотации, и они могут возвращать массивы из вышеперечисленного, но не массивы массива. Смотрите, какие интересные правила. То есть произвольные объекты они вернуть не могут. Они могут вернуть только вот эту вот строку, класс с большой буквы. Сейчас мы попозже рассмотрим, что такое класс с большой буквы. Другие аннотации, либо вот массивы вышеперечисленного, но не массивы массивов. Забавно, да? Но когда мы начнем углубляться в примеры, станет понятно, почему так сделано, и почему на самом деле этого всего хватает. Смотрите, вот, допустим, у нас аннотация bug report, которая определяет некую entity, допустим, bug report. Мы хотим этой аннотацией пометить некий bug, который мы нашли в коде, и хотим, допустим, отreportить. Соответственно, мы можем здесь сделать, создать enam. Вот, значит, мы можем здесь сделать boolean поле, и мы можем сказать строку assign. Кстати, упомянул ли я enam и здесь? Вот, кстати, не упомянул, а, видимо, надо упомянуть, потому что enam и действительно работают на аннотации. Значит, и мы говорим, что у нас имеется какой-нибудь showstopper boolean с дефолтным значением false. Значит, строка, кому назначено с дефолтным значением пустое. Значит, какой-то метакласс, у которого тоже какое-то дефолтное значение есть. Есть статус, который один из enum'ов, и еще и какой-нибудь референс на другую аннотацию. Еще набор строчек reported by. То есть получается, что мы можем достаточно сложную структуру определить. Определив ее так, мы можем ее потом задействовать, как бы проинстанцировать в козе при помощи другого синтаксиса, при помощи синтаксиса использования аннотации, который имеет такой вид. Либо мы просто аннотацию указываем, либо аннотацию с параметром без имен, либо аннотацию с именованными параметрами. Вот как бы наш баг-репорт, который мы определили вот здесь, вот таким вот макаром, мы можем использовать таким образом. Мы можем сказать баг-репорт assigned to Harry severity 10. Что нам дает право так делать? Потому что у нас есть string assigned to, видите? У него есть дефолтное значение. Есть у него тут severity, но тут надо, конечно, мне вложить, синхронизировать, короче, этот пример. Значит, если бы у него еще был int-over severity, то мы могли бы прописать, что здесь у нас severity 10. Мы можем вот в таком порядке записать. То есть он не имеет значения, в отличие от аргументов конструктора, где у нас порядок имеет значение. Здесь именованные параметры, как прям в питоне. И вы можете их в любом порядке перечислить, и у вас аннотация создастся именно здесь. Интересно, что если у нас есть значение по умолчанию для assigned to, то тогда мы можем пропустить вот эти вот параметры. То есть здесь вообще работает как в таком динамическом языке программирования с именованными параметрами. Видите? Обычно-то как бы в Java такого нету, никаких именованных параметров, никаких значений по умолчанию для параметров. Многие Java, кстати, за это ругают, но тем не менее это работает. Компилятор нам подсказывает. А вот с аннотациями все как раз ровным счетом наоборот. У нас есть дефолтное значение для какого-нибудь assigned to, ну, допустим, пустая строка. Окей, отлично, мы указываем только severity. Если у нас параметров вовсе нет или все они имеют умолчание, то мы можем даже скобки не ставить, просто сказать bug report. Но если на какой-то из параметров у нас умолчания нет, не прописано дефолт слова, то тогда компилятор нас заставит этот параметр явно прописать. Ну, либо здесь в скобках, либо, значит, именованное значение выдать. Есть такие аннотации single value. Кстати, чаще всего именно они используются. Если у нас имеется такое специальное слово value, то мы можем не использовать слово value, а можем просто писать вот так вот. Action listener for yellow button. И как бы вместо того, чтобы писать value равно yellow button, как бы компилятор разбирается. Ага, тут у нас есть value. Это value как бы строковое, значит, строка сюда подходит, и эта штука присвоится property value. При этом, смотрите, у нас имеется priority, который имеет дефолтное значение 0. И вот этот пример является валидным использованием аннотации action listener for. Но если нам надо задать этот priority, то нам уже придется использовать полный синтаксис. То есть говорить value равно yellow button, priority равно 1. То есть имеется достаточно удобный такой сахар синтаксический для того, чтобы по месту эти аннотации было удобно использовать. Во-первых, вы можете использовать их вовсе без круглых скобок, если у них нет параметров, или вы хотите параметрами по умолчанию пользоваться. Либо вы можете пользоваться вот так вот в круглых скобках, только значение, тогда просто value должно использоваться. Либо вы можете пользоваться именованными параметрами в произвольном порядке. Все для удобства разработчика. Действительно, достаточно удобно пользоваться аннотациями. Кроме того… О, я смотрю, у нас время выбегает. Но сейчас пару минуточек, я про аннотации закончу, и все. Кроме того, мы можем воспользоваться… Как бы у нас могут быть массивы же. Массивы просто в фигурных скобках делаются. И, кроме того, у нас могут быть вложенные аннотации. То есть, как бы аннотация может являться параметром другой аннотации, как я говорил. То есть, как мы видим, используя разрешенные типы, используя все те ограничения на аннотации, которые я перечислил, они довольно сильные, довольно искусственные, довольно как бы шаг вправо-влево не сделаешь, но, тем не менее, используя то, что есть, мы можем задать сколь угодно сложную структуру данных, сколь угодно вложенную, вообще сколь угодно, как угодно хорошо структурированную, чтобы напихать ее в объект аннотации и как бы эту аннотацию положить в коде и над чем-то поставить. При этом есть один большой запрет. Опять же, это запрет на null. По-хорошему, null вообще не должно быть в языке, потому что без него можно обойтись. Но раз он есть, его надо поддерживать. Так вот, в аннотации, когда ввели аннотации, там запрет на null ввели. То есть, null даже в дефолт значениях невозможен. То есть, все параметры, которые мы передаем в аннотации, они не могут быть null. Пустая строка, пожалуйста, null, пожалуйста, null нет ни за что. То есть, null там не может возвращаться. Это очень сильно упрощает. Итак, мы сейчас разобрались с тем, как сделать свою аннотацию. Мы разобрались с тем, как сконструировать аннотацию где-то. И тогда на следующее занятие мы продолжим с того, что я покажу, где эти аннотации можно ставить и как ими уже наконец-то можно пользоваться, чтобы они начали приносить пользу. Пока спасибо за внимание. Если есть вопросы, я готов ответить. Ну, если вопросов нет, тогда всего доброго. Я доступен в Телеграме. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok